Люди покупают дом для того, чтобы дышать именно вот этим воздухом. Поэтому тема сегодняшней передачи это вентиляция. Александр, наш вентиляционщик. Мы находимся достаточно в большом доме. Этот дом порядка 600 метров. Высота потолков порядка 8 метров. Сейчас лето, птицы поют. Нужна ли вентиляция в этом случае? Естественно, нужно. Особенно, когда лето жаркое. И открывая окно, вы запускаете теплый воздух в помещении. Поэтому, если вы ставите вентиляцию при закрытых окнах, даже летом, вы спасаетесь как минимум от жары. Но еще плюс какие факторы? Условно говоря, сейчас лето, хочется открыть окна, двери или вообще большие раздвижки. Открывая раздвижку, вы впускаете мух, комаров. Да. Дальше. Если у вас открыты окна, двери, и вот у вас есть сосед, этот сосед заводит пензопилу. Вы это слышите, вы опять окно закрываете. Дальше вечером вы хотите посмотреть фильм, послушать пение, как ты сказал, птиц. А в этом случае там сидит за столом вечеринка у соседа Никераси, и ему поют Владимирский Централ. Вы опять это окно закрываете. Поэтому окно – это вообще не тема. Ну, в современных домах – да. При такой плотности населения в городах, это, конечно, актуальность вентиляции с каждым годом растет. Да, если вот вы живете на хуторе 2 гектара в Финляндии, условно говоря, где вы соседа не слышите, это да. Сегодня у нас 20 июля, и у нас сейчас пик жары в Ленинградской области. Месяц стоит температура по 30-34 градуса. Мы сейчас находимся в каменном коттедже с панорамными окнами. И, честно говоря, тут такая хорошая прохлада. То есть, видите, нет тут у нас, как говорится, пота и все остальное. Саш, как избежать, какие особенности вентиляции именно в жаркий период? Вентиляция, кондиционирование. В такой период жаркий хорошо оснащать вентиляцию дополнительно канальным кондиционированием. То есть, канальное охлаждение, чтобы воздух шел не уличный, горячий, 32, а охлажденный до комфортной температуры где-то около 10-12 градусов. И если в доме не хватает охлаждения системы вентиляции, то тогда уже есть необходимость ставить настенные или потолочные кондиционеры уже по комнатной. Но обычно это делается на южных сторонах, на юго-западных сторонах, где самое активное солнце. А в общем и целом, если дом теплый, каменный и вентиляция оснащена канальным кондиционером, то зачастую в Петербурге этого достаточно. Многие заказчики, которым мы сейчас строим дом, пока мы строим фундамент стены, они задумываются о вентиляции. И о вентиляции, первое, нужна ли она, и второе, в каком виде она нужна. И они получают информацию от друзей, от соседей, с интернета. И эта информация, она практически про вентиляцию, она за 20 лет, как такого активного строительства домов в России, она дискредитирована, в принципе, многими компаниями, которые подходят к дому как торговому комплексу или, условно говоря, как бизнес-центру, с их, условно говоря, объемами. Твое мнение. При строительстве коттеджа и проектировании вентиляции здесь нужно учитывать, естественно, особенности именно коттеджного. То есть концентрация людей, раз. Учет конструктивных особенностей дома, где можно, где нельзя, что очень важно, потом влияет на дизайн проект. Можно занижать потолки, нельзя. Соответственно, если российские нормы применять по максимуму, получается, большие диаметры воздуховодов, большое занижение потолков. И плюс шумы. Плюс шумы, потому что шумоглушителей, как всегда, недостаточно ставят, а то и ставят вообще, даже вообще не ставят глушители. Вот поэтому отвечу, что многие, которые там отдали по 4, по 8 или миллионов рублей, включат вентиляцию, она шумит, и, естественно, не выключают. И, соответственно, сосед говорит, нафиг мне сделали вентиляцию, она шумит. Либо она слишком, очень быстро деньги на ветер уходит, слишком много газа, что двукратный объем, например, воздуха, то есть он каждые 2 часа теплый воздух выбрасывает на улицу, берет этот воздух с улицы. Это второй фактор, почему люди не хотят вентиляции. И третий фактор, то, что ее нужно очень много обслуживать. Поэтому мы, когда проектируем и строим вентиляцию, мы сразу продумываем, чтобы не было 20 точек обслуживания вентиляции. И четвертый фактор, почему они хотят вентиляцию, для вентиляции, для дизайнеров это просто... Кость в горле. Кость в горле. Расскажи немножко, как ты договариваешься с дизайнерами? Смотрите, какое хорошее решение. Если прокладывать обычными оцинкованными воздуховодами, которые можно прокладывать только по стенам и потолкам, и то с учетом больших диаметров, не везде она пройдет, они зачастую обрезают очень много возможностей фантазии дизайнеров. И дизайнеры предъявляют жесткие требования к прокладке труб. Единственное средство, которое может удовлетворить их запросам, это использование вот таких вот пластиковых вентиляционных труб с антистатическим покрытием, которые можно прокладывать в полу, как вот здесь вот из пола идет вент-камеру, внутри стены, и в том числе перепрыгивать на чердачное пространство в изоляции. То есть фактически, как нитка с иголкой, продевать сквозь ткань через весь дом, не занижая нигде потолки, и полностью удовлетворить запросам дизайнеров. Ну и могу сказать, что там лет 15-20 назад это решение было очень дорогое, оно применяется в Финляндии. Я так понял, что до 80% вентиляции в Финляндии и Швеции именно по такому принципу делается. Я прав? Ну да, сейчас да. У нас потихонечку тоже переходит на эту систему, потому что оценковка ограничивает возможности. Еще плюс то, что она как бы по шуму, получается, что она не проходит как вот вентиляция через стену, где нужно ставить шумоглушитель, она может идти от источника до источника. То есть коллекторная схема, нет понятия телефонного эффекта, как у оцинкованных воздуховодов, когда из одного помещения в другое шум передается по воздуховоду. Здесь система коллекторная, и поэтому шум, который идет, он уходит по воздуховоду в коллектор, то есть в венткамеру. Условно говоря, под каждое помещение делается расчет, сколько кубов, сколько человек, назначение помещения, и, соответственно, сколько труб определенного диаметра. У нас же есть и 63-й, и 90-й диаметр, и 110-й, да? То есть это делается на сзади проекта. И вот давайте, куда она идет? В данном случае вытяжка. Мы спрятали ее в стену, потом это заштукатурится, и ничего не будет видно, будет только видна вендиционная решетка на стене. Раз и два. Получается, это называется анимостат. Этот анимостат у нас под шесть выходов. Анимостат и так же бывает и на один выход, правильно? Один, два, три и так далее. И плюс на разный диаметр тех же воздуховодов. Можно и 63-й. Условно говоря, если у вас как бы вот можно только в стяжке провести, то можно использовать 63-ю трубу, но просто гораздо больше ее положить. Либо еще есть плоские трубы овального сечения. Да. Но это не значит, что мы только вот, условно говоря, пластиковые воздуховоды используем. Ну вот у нас пример. Вот. Вот вытяжка от кухонного зонта, который будет выходить в пол из плиты и выходить на кровлю выше перекрытия. Ну и получается, что вот потолок свободный. Дизайнеры берите на заметку. Саша, скажи, что это такое интересное. И вот как раз решение, как избежать нам потолочного занижения. То есть, поскольку в полу песочная засыпка, мы проложили трубы, приточные в полу. И во всех спальных и комнатах первого этажа приток идет из пола. Сюда входит несколько труб. Выход один общий, который закрывается решеткой, например, из нержавейки, достаточно крепкой. Скорость потока невысокая, поэтому сквозняка не чувствуется. Но при этом мы не занижаем потолок и обеспечиваем необходимый воздухообмен. И шумов нет? И шумов нет абсолютно, потому что сама труба имеет звукоизоляционные свойства и свойства шумогашения на погонный метр. Плюс мы всегда ставим двойное шумоглушение после самой установки. Должно быть абсолютно тихо, как будто ее нет. Саш, это же решение мы применяем и в конвекторах, тоже расскажи. Да, если вариантов никаких нет, допустим, конвектор от стены до стены, остальные периметры заняты мебелью, потолки занижать нельзя, у нас единственный способ остается ввести воздуховоды в конвектор отопительный. Вот, например, вот здесь, если был бы полностью конвектор шириной от стены до стены, и нельзя было никуда поставить. Пришлось бы войти в конвектор, и, в принципе, он бы закрылся стандартным конвекторной решеткой, стандартной, и обеспечить воздухообмен можно даже при таких условиях. Но еще очень хорошее решение, что все знают, что конвекторы, они шумят, а шумят они от того, что есть моторчики. Вот избежать моторчиком, тоже вот дизайнерам и всем на заметку, можно заказать конвекторы без моторчика и ввести туда, врезать туда как раз вот такие трубы. Это тоже такое хорошее решение, которое мы часто используем. И вот оператор нас спросил, а что это у вас тут за пеноплексы? Это не пеноплексы. Здесь будет окна Шуко стоять, с алюминиевой подсистемой. И вот для того, чтобы ввести стройку, мы на зиму как раз контур закрываем вот таким образом. В этом случае, как бы зимой, в помещении стоит плюс 10 температуры. И окна очень дорогие, и их лучше встать после того, как сделается уже фасад, когда уже остукатурятся стены, чтобы максимально их, как говорится, обезопасить. Еще один очень важный аспект вентиляции, это все-таки болезни, в частности, вот аллергия. Вот аллергикам, хотя вы даже вот выбрались в лес, это все шикарно. Тут есть береза, ольха, соответственно, и много-много-много всяких аллергенов, которые цветут в разные периоды времени. Вот, Саша, скажи немножко, как этого избежать? Ну вот, если мы говорим примитивно к вентиляции, то что такое вентиляция приточной витажной? Это замкнутая система, дом с закрытыми окнами, но при этом подает нужное количество подогретого, подготовленного воздуха. Подготовить воздух – это не только усогреть или охладить, но и в том числе очистить. Если, допустим, приточную систему оснастить фильтрами класса 11, которые ловят пыльцу, тогда можно людям, которые страдают аллергией, хотя бы в ночное время или в то время, когда они находятся дома, не страдать постоянно и не глотать таблетки, хотя бы в ночной период. Понятно, что когда уезжаешь на работу, окунаешься в город, этого не избежать, но в домашних условиях это можно создать себе вполне комфортное условие проживания. Ну и мы также и хепафильтры ставим, правильно? Ну, любой, да. И бактерицидные, там, ультрафиолетовые, которые ставят в медицинских учреждениях, фактически это получается как дистиллированная вода, так же и воздух. То есть, с одной стороны, он мертвый, но он абсолютно чистый. Мы сейчас находимся в современной постирочной. Ну да, каждое помещение в доме, оно двойного назначения. Кроме того, что это шикарная постирочная будет, где будут стоять столы, также это помещение, в котором будет еще вентмашина находиться. И еще вот и центральный пылесос тоже. Если захотите узнать про центральный пылесос, мы сделаем отдельную серию. Саша, скажи, что у нас здесь такой лес труб. Да. Это вот как раз все трубы, которые разведены по дому со второго и первого этажа, и, как видно, из полов. Они все собраны в венткамере, будут подключаться к коллектору, а уже коллекторы будут подключаться к вентустановке. Ну вот все трубы закрыты, условно говоря, крышками, для того, чтобы... Чтобы во время стройки они не набрали пыли, чтобы их не нужно было чистить еще до начала эксплуатации. Самая простая вентиляция, это, условно говоря, вытяжная. Вытяжная, да, естественная вентиляция за счет естественной тяги воздуха в вентиляционных каналах, которая зачастую летом не работает, потому что при небольшом перепаде высоты и одинаковой температуры воздуха на улице и в помещении тяги нет. Конвекции нет. Хоть настишь, открываешь окна, воздух стоит. Это также включает в себя, это и форточка, это и кивы, так называемые, это и оконные проветриватели, это и проветриватели, которые в стену вставляются, это, в принципе, все одно и то же. Ну, в принципе, один тот же, вытяжная вентиляция. Следующий тип, это механическая, то есть, это все то же самое, форточка, кив, либо там проветриватель, но ставится еще один, два или три, условно говоря, мотора. Либо крышный вентилятор, да, тоже хорошая тема. Расскажи плюсы-минусы, коротко. Ну, механическая вентиляция, она работает круглый год, независимая температура на улице и в помещении. Всегда есть вытяжка и, соответственно, приток через любые отверстия. Ее большое преимущество это цена, естественно, единственная. Вытяжку можно делать, естественно, разными способами. Крышными вентиляторами типа вилпы, тихими, либо канальными вентиляторами в помещении, только надо место ему разместить. То есть, любой на выбор, что у вас есть. Либо вообще настенными в каждом санузле, обычными, недорогими. Которые шумят. Которые, да, через два года они там расшатываются, подшипники, и они начинают гудеть. Ну, не только гудеть, условно говоря, на них осаждается пыль, их нужно обслуживать также. Первые две системы стоят, понятно, мало. Их можно немножко даже механическо усовершенствовать, поставить там, условно говоря, запрограммировать. Можно датчики туда установить, датчик влажности, датчик СО2. Следующее, по стоимости, ну и в принципе, по сложности, по сложности и по удобству, это все-таки система, которая приточно-вытяжная, без рекуперации. Обычная. Приточный и вытяжной. Ну, это уже другой уровень комфорта, то есть приточная система дает при закрытых окнах подачу нужного количества воздуха с нужной температурой. То есть, это вот тот комфорт, которого, в принципе, люди достигают. Он, естественно, без подогрева никак не может быть, либо газовый, или электрический должен быть. Ну, естественно, вкупе с вытяжной вентиляцией, тоже механической. И мы получаем приточно-вытяжную систему механическую, без рекуперации. Но уровень комфорт, но уже на должном уровне. Систему использовать можно точно такую же, просто без рекуператора. Она будет дороже, естественно, системы вытяжной, но дешевле, чем рекуперационная система. Ну, и четвертая система, это система с рекуперацией. Та же самая приточно-вытяжная система, механическая, но с рекуператором различного типа, либо пластинчатым, либо роторным, моноблочным, в частности, для коттеджей, которая обеспечивает экономию энергии, газовой энергии, или электрической, не важно какой, с КПД, в среднем, около 80%. Первое. И это механическая вентиляция, то есть, со всеми ее преимуществами, со всеми фильтрами, чистотой, уровнем очистки воздуха, приточно-вытяжного, но разница только в стоимости самого агрегата, а здесь уже кто во что гораст. То есть, есть недорогие системы, чешские, например, и есть дорогие шведские, типа свигоны. Диапазон отличается в разы по стоимости. Функция одна и та же. Рекуператоры тоже двух типов бывают, пластичные и роторные тоже. Вот скажи, в каких помещениях один используем, в каких другой. Или, например, вот если у нас дом большой, нужно одну систему делать, или можно там две-три системы сделать? Количество систем зависит от сложности дома. Если провести воздуховоды никак нельзя, приходится дом разбивать на части и зонально. Допустим, весь второй этаж отдельно, первый этаж отдельно. Это экономический расчет, в общем. Да, экономический расчет и, опять же, ограничение конструктива дома. Если где-нигде нельзя не пройти, не распилить, не пробурить, то есть, дан только чердак и дан только там подвал. Все. И эти системы переходить нельзя. Тогда приходится разбивать на части. Ну и вот пластичный и роторный тоже. В чем разница? Пластичный это герметичный рекуператор со средним годовым КПД около 70%. У Свигона сейчас уже больше, там, около 90%, но он и дороже. Вот. Роторный это средний КПД около 84%, но у него есть 3% рециркуляции внутри ротора. Но еще большое преимущество роторных... Это имеется в виду, что вот если у вас идет вытяжка из туалета, теоретически 3% может пойти на... Да. в приток. Но по опыту этого не происходит. Это многие боятся. Условно говоря, в Европе это так нужно делать, в Америке этого делать нельзя, да? Нет, почему? В Америке вообще система воздушного отопления. А, которая просто с огромной рециркуляцией делать. Со всеми их минусами. Сейчас, кстати, это тоже начали понимать. Да. А роторный рекуператор, у него 3% внутреннего рециркуляции внутренней. Но если учесть, что из санузлов количество вытяжного воздуха с общим воздухообменом, это зачастую треть и меньше, соответственно, эти 3% превращаются в 1%. А это ничтожно мало, потому что это все-таки не вокзал. Ну, условно говоря, в таких коттеджах, даже в любых коттеджах, сейчас минимум два санузла. Это не общественный санузел, в котором там стоит такой запах. Современные санузлы это и современная сантехника, и поэтому условно говоря, бояться этого вообще не стоит. Потому что если уже делать систему экономической выгодную, или не то, что выгодную, а с высоким КПД рекуперации, для того, чтобы что-то экономить, то здесь как раз нужно экономить в каждой мелочи, в том числе на санузлах и вытяжка в санузлах, а не выбрасывать это тепло и влагу на улицу. Тем более, что роторный рекуператор, он еще и регенерирует влагу до 70%. И зачастую, если в доме постоянное проживание людей, есть аквариум хотя бы один, можно жить без увлажнителя при влажности 35%, вентиляции именно в бассейне. В бассейне какой рекуператор ставим? Пластинчатый. Пластинчатый. Если вот интересно будет, как раз тоже тема передачи будет достаточно интересная. Поскольку мы начали говорить о комфорте, комфорт это постоянная температура, например, 22 помещения, это определенное количество нормального углекислого газа, но и, соответственно, кислорода, но также и влажность. То есть, самая нормальная влажность для человека это 45-50%. 40? Да, где-то. В Европе нормой вполне считается и 30. У нас повыше немножко. Соответственно, если мы сейчас вот если в доме 22, на улице условно говоря там минус 20, если мы возьмем морозный воздух и подойдем в дом, то у нас сразу же влажность станет сколько? 5%? Не больше, да. 3-5%. Да. И, соответственно, чем больше мы воздуху подаем через, например, открытую форточку, тем больше мы высушиваем помещение. Да. Расскажи, как этого избежать? Вот приточно-вытяжная система с рекуператором, она как раз справляется с задачей увлажнения, причем без какого-то механического увлажнения, имеется в виду без увлажнителя. То есть, просто в роторном рекуператоре происходит регенерация влаги из вытяжного воздуха в приточный, без каких-либо затрат. Просто ввиду природы самого рекуператора. Ну и также несколько слов о увлажнителях. То есть, во многих домах мы увлажнители ставим, но это достаточно сложная и дорогая система. Она очень актуальна, особенно для домов из клееного бруса и деревянных домов, потому что просто вот согласен со мной? Да. Ну вот там клееный брус это одно, чтобы щели не образовывались в доме и дом не превращался в решето. А еще второй момент это наличие, допустим, паркета деревянных каких-то рам от картин, какой-то дорогой деревянной мебели. Все, что связано с деревом, оно, естественно, все любит влагу среднюю 40-50%, но 5% это, конечно, для нее смертельно. И несколько слов о конструкции домов. Например, если возьмем каменный дом, то условно говоря кирпич или газобетон какое-то количество влаги может в себя брать, какой-то отдавать. Также, по сути дела, себе деревянный дом ведет. А очень много домов, и по статистике до 60% строится все-таки каркасных СИП-домов, факверковых домов. Для таких домов требования к вентиляции очень сильно поднимаются, потому что этот дом практически термос и без условно говоря без вентиляции то есть в доме создается избыточная влажность, потому что люди дышат, там кастрюли на газу стоят, пырят, человек выделяет. Расскажи особенности каркасных СИП-домов и факверковых домов. Ну да, в таких домах актуальность вентиляции даже выше, чем в каменных домах. Именно из-за того, что они сделаны по принципу термоса, абсолютно воздуха и тепла не абсолютно предельно непроницаемы. И плюс к тому еще, что отсутствие кислорода в конечном итоге может сказаться при закрытых окнах, но еще и вредные выделения фенолов, которые содержатся во всех клеенных деревянных конструкциях, типа USB, фанеры и так далее. Поэтому воздух нужно менять еще и по второй причине это очистка от вредных примесей, которые особенно первые годы эксплуатации дома выше, чем в последующем.